28 минут позитива со мной с Татьяной Салмановной Мактум Сайфудин. В общем, продолжение следующей серии. Та серия в 28 минут закончилась на том, что я кушаю. Приготовила себе такой завтрак поздний, как в Парижах, и кушаю. Овсяная кашка, солька, немножко сольки, немножко маслица подсолнечного милора, салатик, свежие морковочки. В общем, сериал Крем. Смотрю сериал Крем, нужно, наверное, как-то просуждать на эту тему. Чего я знаю, нужно как-то убрать. В общем, такое сочетание удивительное, что Лиза Чайкина такая, как говорится, исследует ген красоты, такая, работает в институте генетики, и превращается посредством такого крема из такой волшебной баночки в красоту. Так что вот. И знаете, такая уникальность, что она такая, в общем, вся в науке. Ну, такая девушка, как говорят, не очень, ну, чего, в принципе, она такая привлекательная, я бы сказала. Своеобразная актриса, ну, превращается в красавицу, превращается в красавицу. И вот эта вот уникальность, то, что имеет такую внешность, вот, имеет такую, знаете, вот это, очень такая актриса, как крема, она умная, вот. И превращается в такую красавицу, знаете, такое сочетание получается, знаете, душа Чайкиной, в общем, в этой красивой оболочке. Хотя, в принципе, по фильму можно посмотреть, что они, конечно, ведут себя по-разному, ведут себя по-разному. Здесь главную роль играет внешность. Вот так. Там ведет, конечно, более себя уверенно. Причем это Лиза Чайкина. Хотя, уверенность Лизы Чайкиной в другом, в ее науке, в ее исследованиях. Что касается там этих исследований, науки, она, в общем-то, тоже так и там. Он сказал, не теряется. Но в этом самое интересное, знаете, что? Что ее бабушка, бабушка, которая за 70 лет, бабушка Лизы Чайкиной, которая тоже, так понимала, там, или работала, или работает в этом институте генетики. Ну, они там, и все там ученые степени имеют, преподают. Тут бабушка нашла себе молодого друга, любовника, по фильму там, если бабушке за 70, а то этот мужчина, мужчина, ну, я вам сказала, ну, может, ему, конечно, 35, но выглядит он лет на 30, если не моложе. Это так удивительно смотреть вообще. Эта бабушка посмотрела на эту Лизу, что она прямо изучает, потому что она так преображается, в общем, там она влюбилась, мужчина и раунд. Вот, посмотрела на нее и сама решила преобразиться, преобразить свою внешность, одеваться по-другому, более красиво, более молодежно. Но все равно, чисто внешне, видно, что ей много лет. Хоть она делает такие маски себе, такие маски, в общем, ну, наверное, она, как бы, знаете, помолодела, наверное, душой как-то вот это она стала думать по-другому, возможно. Ну, чтобы, знаете, чтобы такое фильмы показывали, я, честно говоря, первый раз вижу, ну, был бы какой-нибудь там у нее, например, там, ну, лет на 20 моложе, лет 50 бы ему была, а там вообще такой парень. Я даже не поняла, что этот молодой парень мог найти в этой, как бы, женщине за 70. Ну, я еще, я смотрела этот сериал, но, когда я его смотрела лет 10 назад, я каких-то такие вопросы не задумывала. Ну, я его посмотрела, и часть, конечно, я не помню. Ну, так, в общем, я помню смысл. Разве упомнишь, знаете, сколько я сериал смотрела? Разве упомнишь там, если там, значит, и 32 серия есть, и больше. Ну, что, я смотрела сериал «Рабыня Изаура», и это как там называется, все нам показывали, американский-то вот этот фильм, американский, который все не мог закончиться, сериал. «Богатые тоже плачут», это как это называется? «Богатые тоже плачут», нет, а потом уже вот этот, американский. Я уже забыла, как он называется. Он все шел и шел. Вообще, многих-многих часов. Нет, может, кто-то, конечно, запоминает. Мы думаем, что в таких американских сериалах, знаете, в этом, во время перестройки нам показывали, у нас Советский Союз, такие наряды, как бы, в общем, такие в магазинах, ну, в общем, вы понимаете, да? Показывали в такое время, что особо продуктов не было в магазинах, и особых там товаров. Ну, у кого-то, конечно, были, у кого деньги. Верный, да, общая масса. Эти сериалы привлекали тем, что там красивая одежда, красивые люди, красивая обстановка, они в красивых домах. Ну, их там какая-то красивая жизнь, какие-то свои вопросы они там решают, женятся, разводятся, детей рожают, в общем, вот это вот. И там уже смотришь, в общем, что там это красивые машины, у них красивые наряды, красивые путешествия, богатые семьи, смотришь, как они одеты, как накрашены. Вот это вот. Потому что как-то все это сера, как-то сера. У них у кого-то, может быть, была и яркая, я смотрю, там эти олигархи, кто-то говорит, что они там как раз разбогатели в это время. Знаете, стали вообще богатыми, там в ресторанах ходили, у них, наверное, яркая жизнь, я не говорю. Я, честно говоря, так вот основываюсь на ираунде, то, что я видела вокруг себя, вот здесь, мы сюда въехали, жили на Гражданской, на Гражданской улице, потом сюда въехали. Какой был там, знаете, какой ремонт, какие обои, какая плитка. Так и жили. С этой старой мебелью, еще, знаете, еще дровяного переулка. Так что вот. Ну, что там, ну, макароны там, да, макароны. Поешь макароны там, не знаю, там, с яйцем, или, знаете, у тебя карачка, карачка. Иногда Рома привозил из Союз Контракта, там Антон Саныч работал, у тебя карачка, знаешь, в таких упаковках. Эти, бролерные карачка. А так, конечно, Села на автобус, потом на метро, доехала там до правоведения. Там сидишь, печатаешь эти статьи. И в доме я их потом печатала. Машинка у нас малая была, и в доме печатала эти статьи. Печатаешь, что она с рукописного. Потом, чтобы на чистовик, там, что безпечатываешь, чтобы ты уже на чистую. Ну, а по телевизору, конечно, что-нибудь такое, какие-то сериалы. Вечером сможет какой-нибудь сериал. Или Рабыня Изаура. Или там, Багады тоже плачут. Или про вот этого. Этот самый известный был, а я забыла, как он назывался. Там было столько серий. Наверное, больше всех серий. Американский сериал. Мэйсон там был. Мэйсон. Может быть, мне он подскажет этот сериал. О, здесь какой-то детектив высвечивается. Нет, не помню. Он такой, знаете, сериал. Сериал. 90-е. Сейчас посмотрим. 90-х годов. Сериал американский 90-х годов. Вы знаете, что? У меня здесь высвечиваются подборки. Иронические детективы. Давайте посмотрим, что в иронических детективах есть. Отчаяние, домохозяйки. Это иронический детектив. Кассо. И... Чего там? Это все иронические детективы? Плохо. Такое количество фильмов можно посмотреть. Такое количество фильмов, понимаете... Такое количество фильмов можно посмотреть на этот номер знак. Там еще такая заставка была с такой аркой. Знаете, такая там начиналась такая заставка, музыка и такая арка там была. Как же я забыла. Это уже давно было. У меня еще, знаете, та рамочка на этом на компьютере не подвинут. Ну, ладно. Давайте не будем уподобляться. Я люблю что-нибудь, знаете, такое позитивное. Я, конечно, смотрю фильм «Крем». Потому что, ну, в общем, необычно. Знаете, такое необычное, что девушка, знаете, преображается. Такую красавику. И за счет этого у нее, знаете, такая харизма. Она за счет этого и на съемках, на фото, на съемках, на фото-пробах, знаете, она вот после той внешности, она себя видит такой красивой и такая вся вот эта, такая феерическая. Феерическая, а те понять не могут, что же, ну, в принципе, если она такая красотка-красотка, особо, знаете, такие красотки, наверное, бывают, знаете, такие вот эти вот, типа я пришла, там, в общем, заснимаете. А она такая вот эта вся вот, вы поняли, да? То есть она, ей, конечно, нравится своя внешность, и она на этом таком позитиве, там, знаете, такие вот прям идет, там, и в рекламу, и туда, и туда, и в фильмы. Они даже задумались, важно ли для актрисы образование, у нее же образования нет актерского, и срадо предложились снимать сериалы. Важно ли для актрисы актерское образование, если она очень красива, они даже об этом говорят. Или за счет своей красоты она может, в общем, в общем, как-то вот так, определенная у нее харизма, красота. Но поскольку она там и там и снимается вот там, и у нее там этот проект ген красоты, в общем, она, как бы, у нее одна жизнь, другая. В общем, интересно, правда? Я вот всюду, думаю, знаете, конечно, это Бабшукамар получил, там, агент на улице, и сама, честно говоря, я вот не люблю это дело, там еще что-нибудь смотреть. Знаете, вот это вот сериал Даша Васильева, вот это Даша Васильева, ну вот по романам этой, тети Смоксони, которая написала. Вот, всем хороша, понимаете? Вот это вот такая она красивая, вот это вот актриса. А, знаете, она всегда нравилась Ларисой Вудовиченко. Ну, не то, чтобы она там, знаете, королева красоты, но она настолько, знаете, настолько ухоженная, настолько она там в нарядах, настолько у нее вот эта харизма, она, знаете, тоже вот, помимо Тамары Акуловой и вот этого Ларисы Вудовиченко. Она и светская актриса, она снималась из советских, во многих кино, в общем, и здесь. Здесь, конечно, она, у нее возраст, но не совсем такой возраст вот но за счет вот этого парижа большой дом я уже говорил там вот это вот у нее огромный гардероб о котором она мечтала и там у нее теперь гармонирует сумочки с туфлями и подбор платьев и она знаете в этих шляпах такая вот выдачет вот это такая ухоженные волосы подкрашенные накрашены прям с утра она встает уже к завтраку она уже все накрашены подкрашены красивых нарядах мне вот это вот нравится а вот то что у них там какой-то детектива такой негатив там да в общем это конечно надо как бы расследовать и в общем честно говоря я смотрел смотрела потом я заколебался смотреть потому что я на эту актуальту смотрю а вот все что там идет вот этим и такой негатив вы поняли да она в этом не придет там все какие-то убийства то что расследует вот ну а мне вот нравится как она выглядит другой страны если бы она как бы себя заснимала в чем-нибудь другом другой страны но написано так вот там книжка такая по книжке написано если там было что-нибудь такое например она вот такая же была париж поехала чем-нибудь таким бы заниматься ну тем же геном красоты или что-нибудь там такой как она была такая научная но с другой стороны чтобы там показывали что там занимается наукой как-то показать бумажки пишет понимаете авторы вот этих сериалов они на что рассчитываю что это во-первых на кассово да вот это кассово это агент 007 бандитский петербург и вообще всякие вот эти вот детективы уже расследования поэтому там намного 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 серий вот по мне бы лучше показали светлана ермакова как она говорит что она живет 30 лет без плохого настроения светлана ермакова лучше показали вот ее жизнь например как она живет без плохого настроения что она делает вот этого как это с мужем общается вот она пишет плохое настроение я уже не помню что это такое отвечает на вопрос одной фразой понимаете да или бы то сняли понимаете вот я была на этих на семинах наталья правдиной честно говорила вот про наталью правдину бы засняли вот и об ее жизни тоже на так говорила что она так занята у нее постоянно в общем клиенты и звонят она востребована она общается с читателями у нее семинары она пишет книги она путешествует вы поняли да и в общем такая занята и что вот аффирмации она проговаривает уже в лифте там минутки выискивает что проговорить эти аффирмации знаете вот это вот я красивая я богатая я богатею книжки есть очень много аффирмации наталья правдина написала ну так же полуязыки по книжку языке на свои там как-то вот об ее жизни в я так понимаю что она тоже живет в плохое настроение позитиве понимаете вы знаете вот обыграли бы вот это вот что звонят у нее клиенты она гранд мастер фун шуй звонят ну не те которые реальные каких-нибудь по реальным событиям и те которые ну конечно некоторые клиенты на не хотят чтобы так это сериалов показывали что они там есть на заказали но на основе чего-то и вот эти вот так вот заснять что на экране звонят она их консультирует понимаете она там выехала на съемки потом она вылетела на семинар там на семинар преподает и не знаю там где она бывает какие у нее отношения не знаю там кличные отношения это же феерические так понимаю какой-то не робинса и получил такая феерическая книжка феерический фильм понимаете живу без плохого настроения позитиве вот и в общем как то вот так обыграть конечно не все а вот знаете там она вылетела на семинар а там эти восторженные женщины которые обычно показывают я же вам показываю ее выступление в этих магазинах еще где-то она приходит и там не тераги что у него постоянно цветы я постоянно это бред присылают цветы восторженные не знаю там читатели читатель за на самом женщину у которых жизнь изменилась намного книг написала женщина купили у них у них жизнь изменилась вот и они присылают есть благодарность вот цветы понимаете видите как красиво заснять что здесь ей звонят чтобы она консультировала в общем такая все такая на красоте я так понимаю красиво на выглядит дома как я не знаю я шиш не знаю так я так немножко на скидку говорю это вот звонятся букеты цветов не привозят она такая открывали штучки а там вот наташенька мы вас благодарим мы там вот мы купили книжку наша жизнь изменилась феерически мы там использовали фуншу я не знаю там ланк или что там так что вот потом она едет на семинар на хорошей машине когда я была она на геленвагене еще в 2000 2004 году у него был личный водитель на геленвагене а с того времени она наверняка намного больше разбогатела чем геленваген я так понимаю что она разбогатела и на квартиру в москве и на дом в турции надо мои предположения не знаю с того что я вот мониторю по ютубу понимаете и получилось бы такой вот это фееричная жизнь такого позитива там ну в общем как там действительно консультирует там она выехала на консультацию но я не имею ввиду ну так кто хочет можете как-то и в реалити там заснять кто нам за кто против это можно просто обыграть обыграть вот то что вам бы есть в реальности новых других людей актеров что там выезжает консультировать и консультирует это все можно показать так что все такая на позитиве я лично слышала как она с мужем разговаривала я никогда не слышала что так разговаривали вообще так я что это был ее муж она так феерически с ним разговаривала так вкусно сладко экзотически сексуально татьяна сломана не придумывает а татьяна сломана говорит вам правду потому что можно проверить ты был я тогда ну конечно знаете проверить звонила ли она ну да другие еще люди слышали аж была не одна там еще были другие слушатели и семинар я же не одна слышала что говорила но она говорила по тихой связи там она мы слышали что она говорит есть еще до школы очарований она говорит быть вкусной сладкой как сказка она так говорила она была так одета в белое ногти понимаете наращенные ногти с этими с какими-то прям вот эти и бывают такими вот всякими узорами понимаете у нее она была вся от макушки до 5 просто как вот это вот какая голливудская звезда понимаете у нее была короткая стрижка достаточно то химия завивка химия вот у него такой супер супер макияж вы поняли да уж как там вот такой макияж вот это вот химия вот такая такие вот волосы вот этот белый белый костюмчик в обтяжку такой белый костюмчик в обтяжку вот туфли понимаете она такой как ты в общем знаете сумка а какой телефон у нее был на телефон и эти ногти вот вот так вот посмотрим что и даже вообще придраться не к чему понимают здесь это маникюр понимаете ну и сама делаю а там понимаете вот все вот с макушки да вот до 5 просто вот смотришь ну и я не знаю есть было не 18 лет ей было наверное лета не задам за 35 или как-то вот так и сумка у него красивая дорогая и телефон и кошелек и в общем сама она такая на позитиве она там на карту семинары там это выходной то есть какой-то там выходного дня там ведь было счастливом клубе там еще были такие семинары деньги как бы вот этих вот ну как бы выходной как бы такой вот по типу клубный день это было на крупный день на любви рассказывала что-то помимо этого семинара она феерически она феерически выглядела она даже привезла там помню на одном семинаре книжки вот такой такие две стопки книжек вот я даже помню там две брошуточки взяла она сказала что этими книжками она по ним пешком то часть книжек она по ним училась и сейчас не нужны эти уже книжки она привезла их вот слушатели могут кому-то надо кто-то что-то для себя почерпнена на это в подарок вы можете взять и книжки и я там читать брошюру глянула то что вы приехала на вся феерическая понимаете на этом геленвагене там же помощник мужчина там все этот микрофон там вот это то есть такой молодой парень достаточно невысокого роста молодой мужчина бог который там чемоданчик и вот это книжки помог принести на костягу феерическая феерический был семинар и она просто феерически а вот поинтересоваться это было давно она разговаривала так по телефону со своим мужем я не слышал этого никогда но может сказать что ну вы знаете мало ли место такой большой но я такого не слышала никогда понимаете меня это так мотивировала вообще на самом деле но это все понимаете вот от от и до ее внешность понимаете вот как будто она как как она говорила как она себя преподносила то есть это было настолько феерически и даже феерически она разговаривала по телефону я пыль и об этом один раз я вам тоже на на моем видео заснимала это говорила об этом вот говорила я на моем видео вот это сейчас меня вспомнилось что в общем как-то никому матом было рассказывать кому будет рассказывать но на меня это очень положительное произвело впечатление понимаете все то есть от и до то есть вот куда куда не посмотрите эти там статуэточки фэншуй там же нужно было купить это коврики там где статуэточки то всякие вот эти вот и у книжки в общем как-то вот это или жара hitam и книжке там можно было взять книжку положить денежку просто положить денежку то там ли жаль и цены на книжках можно было детишку мо Filipa лекк experi guessка положить вот денежку ведь книжку и положить ее в сумку так что и она они то говоришь или что это даже кто то что то возьмет там ну не положит то То есть это вообще, в принципе, не проблема. Так что вот. Я так понимаю, надеясь на Вселенную, что она берет сторицы, а у них вообще вот так, вот понимаете. Счастливый клуб, и они все такие феерически счастливые. Татьяна Салмановна не шутит, вы можете спросить тех людей, которые тоже там были. Вот такие вот дела. Студия позитивного мышления Татьяна Салмановна и Мактум, Сайфудин. Это я. Сейчас у нас 21 час, суббота, 20 февраля 2021 год.